Внутреннее оплодотворение происходит в начальной части яйцевода. Благодаря сокращению стенок яйцевода, оплодотворенная яйцеклетка перемещается по направлению клоаки. Во время движения яйца по половым путям начинается развитие зародыша. Для дальнейшего развития необходима температура 38-39,5 градусов. Соблюдение необходимых условий обеспечивается при насиживании. У разных видов птиц яйца насиживают или самка, или самец, а иногда и оба по очереди. Некоторые птицы совсем не насиживают яиц, например, австралийские большеноги, сорные куры. Зарывают яйца в специально сооружаемые кучи растительных остатков, гниение которых поддерживает постоянную высокую температуру. Большинство птиц насиживают яйца в гнезде. К концу эмбрионального развития птенец при помощи рогового бугорка на конце клюва разрушает скорлуповую оболочку яйца и выходит наружу. Постэмбриональное развитие птенцов, начинающиеся с выходом из яйцевых оболочек, существенно различается у разных видов. По степени физиологической зрелости птенцов в момент вылупления птиц делят на две группы – выводковых и птенцовых. У выводковых птиц птенцы сразу после вылупления покрыты пухом, зрячие, могут передвигаться и самостоятельно находить корм. Взрослые птицы защищают выводок, периодически греют птенцов, особенно в первые дни жизни, помогают в поисках корма. К этой группе относятся курообразные, гусеобразные, журавли, дрофы, страусы. У птенцовых птиц птенцы вначале слепые, глухие, голые и слабо опушенные, не могут передвигаться, долго остаются в гнезде. У воробьиных 10-12 дней, у некоторых птиц до 2 месяцев. Все это время родители их выкармливают и обогревают. К этой группе относятся голуби, попугаи, воробьиные, дятлообразные и многие другие. Продолжение следует...